МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это итоги недели на Микс ТВ. Сегодня их подведу я, Марина Шкода. Вынесен приговор панк-группе Пусси Райт, а в Риге прошла акция в поддержку музыкантов. Почему пустуют бюджетные места в вузах? Эстонский след, наши корреспонденты отправились изучать туристический опыт к соседям. Латвийский режиссер ставит фильм о Тарковском. Гости радиоболтком Рихард Пикс, Александр Кирштейнс и Марис Гайлис. Комментарии Михаила Губина о ключах от столицы. Сегодня завершился решением суда скандал, вызвавший резонанс во всем мире. Хамомнический районный суд города Москвы принял окончательное решение по действиям панк-группы Пусси Райт, который прошлой зимой устроили панк-молебен в храме Христа Спасителя. Накануне Микс ТВ опросил жителей Латвии, какого решения суда они ожидают. Я думаю, накажут. Это оскорбление верующих. Мне казалось, что им надо все-таки, как и говорят, три года примерно. Пусть они посидят и подумают. Они же понимают, они же взрослые, что эта церковь это не то, а то, чтобы молиться Богу, а не то, что там за Путина, против Путина. Я считаю, что акция была правильной, и никакого наказания за это будет не должно вообще. Я считаю, что им должны условно дать. Не надо сажать в тюрьму, мне кажется. Они и так уже наказаны. Каноны церкви нарушены. И чувства верующих, они, конечно, здесь кое-что недосчитали. Они думали, что если страна, может, 40% ненавидит Путина, и их будут поддерживать. Но они просчитались на чувствах верующих. Ну, они должны быть наказаны. Ну, три года срок это... Ну, это уже не знаю, сколько, но то, что наказаны должны быть стоят, я согласна. Ну, сажать, наверное, не надо. Потому что не такой уж этот простопок, чтобы сажать людей. Ну, я думаю, что, ну, нет, без наказанова нельзя оставить таки действия. Ну, ну, я надеюсь, что следствие все-таки определит, кто степень их виновности и необходимые меры наказания. Ну, я думаю, что человек, который выполняет свою церковь, свою церковь, свою церковь и музыку, ну, можно сказать, ну, макшла, да. Макшлу не надо сделать, чтобы как-то претензий они будут. Они заслужили наказание тюремного заключения. Заслужили за это. Они осквернили Бога. Между тем, акции в поддержку Пусси Райт уже давно проходят по всему миру. К защите девушек подключились известные музыканты. А в пятницу, в день оглашения приговора, во многих городах мира состоялись акции в поддержку участниц группы. Рига не осталась в стороне. Подробности в нашем следующем сюжете. Скандал с группой Пусси Райт в последние месяцы задел весь мир и достаточно влиятельных людей. В том числе и Мадонну, и даже Пола Маккартни. В защиту участниц группы выступили несколько десятков российских деятелей искусства, в том числе и Андрей Макаревич и Ксения Собчак. Латвийские власти тоже не остались в стороне и спешили обвинить Россию в том, что она поступает неверно в отношении девушек, устроивших акцию в Храме Христа Спасителя. Между тем, сегодня, 17 августа, у посольства России в Латвии собралось порядка 60 человек. Участники, преимущественно это молодые латышскоговорящие люди, скандировали лозунги и призывали освободить девушек из панк-группы. Целью акции, за которую судят девушек, было привлечь внимание к политике, к связи РПЦ с ней. Это им однозначно удалось. О качестве музыки говорит сложно, но их задача – провоцировать и привлечь внимание общества. Между тем, в Финляндии и Австрии сочувствующие также устроили акции в храмах, чем пытались выразить поддержку группе Пусси Райт. Девушки из панк-группы были и ранее замешаны в провокационных акциях. Хоть группа и была создана только летом 2011 года, она уже успела прославиться оргиями в Музее природы, танцами на лобном месте в Москве, но и апофеозом их карьеры стали уже упомянутый молебен в Храме Христа Спасителя и последовавший за ним суд. Девушки свои вины не признали. Причем, несмотря на песню, исполненную в храме, в которой девушки просили Богородицу прогнать Путина, сам президент России ушел на второй план в этом скандале. Общество разделилось не по принципу «за против Путина», а на оскорбленных верующих и борцов за свободу слова в России и не только. Честно говоря, просто очень страшно. И страшно, что действительно их осудят. И что вот такие похожие ребенки останутся дома без мам. Там какой-то это просто ужас и кошмар. И стыдно. Я из Москвы. Верующие же указывают на то, что девушки совершили вандализм и оскорбили их чувства. В свою очередь депутат Сейма Лолита Чигана считает, что несмотря на провокационную акцию, устроенную панк-группой, девушки не заслуживают лишения свободы. Это была провокация. Может быть, за это и они должны получить какой-то административный штраф. Но это совсем не криминальное поступление. Так что из-за этого, я думаю, что свобода слова – самый главный принцип, о котором надо говорить. Схожее мнение оказалось и у политолога Иветы Кажуки, которая пришла поддержать девушек из Пусти Райт. Я допускаю, что что-то такое могло бы произойти в Латвии. И тогда я бы тоже солидаризовалась с теми, которые выступают идеей политического или художественного протеста, и против которых потом выдвигаются настолько суровые меры. Их держат пять месяцев за заключение. Мне кажется, это совершенно непропорционально. Это было бы неприемлемо. Но так как Латвия – демократическая страна, я бы все-таки надеялась, что в Латвии что-то такое бы не произошло. Но теоретически исключить такую возможность я бы не могла. Суд признал девушек виновными и назначил наказание в два года с отбыванием в колонии общего режима. Ходят слухи, что участницы пан-группы получили по миллиону долларов и вид на жительство в Канаде. Так что, возможно, для них уже не важно, срок или нет, своя победа у них уже есть. Денис Денисов, Элина Бикульча, Анастасия Осмоловская, Влад Васильев. Специально для МИКС-ТВ. Близится начало нового учебного года. И в то время как на факультеты социальных наук выстраиваются очереди абитуриентов. На факультетах естественных и точных наук пустуют бюджетные места. Почему вчерашние выпускники не хотят получать профессии, которые государство готово им оплатить? И как можно изменить эту ситуацию, выясняли корреспонденты МИКС-ТВ. В детстве мы мечтаем стать знаменитыми артистами, художниками, космонавтами, учеными, врачами. Но когда дело доходит до реального выбора будущей профессии, все детские мечты рассеиваются как дым. И мы ориентируемся на то, как будет оплачиваться наша работа и найдется ли место в новой жизни. Итоги подачи документов в высшее учебное заведение свидетельствуют. Молодежь по-прежнему активно поступает на социальные науки. При этом бюджетные места приоритетных для государства специальности пустуют. Точные науки у абитуриентов большим спросом не пользуются. Большая движущая сила, мотивация будущих студентов, конечно, это два фактора. Где они более четко видят, где они потом смогут зарабатывать деньги, эти рабочие места. Да. И второй аспект, ну, конечно, где не надо приложить столько много усилий, чтобы достигнуть определенного уровня качества жизни. Государство не может идти на поводу вчерашних выпускников. Задача страны – обеспечить специалистами те отрасли народного хозяйства, которые испытывают в них дефицит. Во-первых, информационные технологии, инженерные науки, естественные науки, биология, химия, физика, математик, точные науки, медицина, преподаватель каком-то, учителя в каком-то объеме. Это, конечно, приоритетное направление, чтобы страна и общество могла как-то более-менее гармонично развиваться. В этом году впервые помочь будущим студентам выборой профессии взялось и Министерство экономики. Проведя мониторинг рынка труда, в министерстве пришли к очевидному выводу. Мы видим, что у нас уже на данном этапе, но и в будущем, предусматривается дефицит специалистов по информационно-коммуникационным технологиям, также по здравоохранению и еще по некоторым направлениям. Это что, даже тех не хватает, которые сейчас выпускают наши вузы? Их уже достаточно много. По ИТ уже есть дефицит. Немного цифр. На бюджетные места во всех латвийских вузах в прошлом академическом году было выделено 77 миллионов латов. Проанализировав распределение средств по направлениям, легко понять, кто требуется стране. Прежде всего, инженеры и строители – 12 тысяч мест. На втором месте – медицинские и социальные работники – 8,5 тысячи. А на третьем – специалисты естественных наук, математики и информационных технологий – 6,5 тысяч мест. Меньше всего стране нужны сельскохозяйственные работники и учителя. Рижские вузы легко заполняют все бюджетные места, а вот региональные каждый год сталкиваются с проблемами. Выпускники из средних школ из Долгопилса, на вашем примере, они просто хотят учиться юристами или экономистами, или руководителями, менеджерами, или маркетинг-специалистами. Но они едут учиться, и, конечно, они рассчитывают на то, что в Риге после окончания или, может быть, уже во время учебы у них будет намного больше возможностей получить какие-то рабочие места. Конечно, средства, выделенные на высшее образование потенциальных налогоплательщиков, не пропадут. Места, которые так и не займут во время дополнительного набора, будут распределены на те программы, на которые существует больший спрос. Но а как же все-таки быть с точными науками? С нехваткой инженеров, физиков, математиков, химиков. Решение есть, считает глава Латвийского агентства инвестиций и развития Андрис Озолс. «Нехватка в маленькой Латвии именно в харизматичных личностях, которые сами бы, как пример, у нас нет своего Стива Джобса и таких сильных кадров, которые могли бы и хотели бы улучшить свою карму, чтобы посвятить свое время и энергию не только своим заработкам, но и той миссии, которая побуждает общество на какие-то нужные поступки». Но пока больше всего безработных с высшим образованием числится среди экономистов. Начало учебного года все ближе, документы поданы, да и тем, кто заканчивает учебу в университетах, уже никуда не деться. Однако у будущих абитуриентов есть еще время на раздумья. Хотя Латвия опередила Эстонию по росту ВВП в этом году, зато в сфере туризма соседи работают успешнее. Согласно последним европейским данным, Эстония лидирует в Прибалтии по числу клиентов гостиниц. По следам эстонского туристического маркетинга отправились и наши корреспонденты. О том, что из этого получилось, в сюжете Элины Бикульча. Как бы ни шутили об эстонской медлительности, а есть вещи, в которых они явно преуспевают. Например, популяризация новых, малоизвестных туристических объектов. В Эстонии существует единый государственный туристический бренд «Визит Эстония» или «Посетить Эстонию», под эгидой которого организовываются разные информационные компании. В этот раз компания была посвящена отдыху на природе в Средней и Южной Эстонии. Всего нашему вниманию было представлено 9 туристических объектов, причем некоторые из них совсем новые. Мы познакомим вас с самыми яркими. Поездка началась с визита в местечко Кабли. Когда-то здесь отдыхали советские космонавты, предположительно и Валентина Терешкова. Теперь же это просто гостевой дом с элементами космической атрибутики. Да, советские космонавты здесь тоже отдыхали. А кто-то из знаменитых космонавтов здесь вообще был? Не знаю, Гагарин даже. Терешкова, вы говорили, что она... Терешкова, говорят, что отдыхала. Вот сама не видела, не было, не могу сказать. Но местные говорят, что было, что увидели, и она здесь ходила. Следующая остановка – это природная учебная тропа Рана Метса Толкузе. Казалось бы, вот башня для наблюдения за птицами, вот торфяные болота и песчаная дюна – обыкновенные для Прибалтики элементы природы. Но когда гуляешь по тропинкам среди болот, слушаешь истории о том, как в них тонули тракторы, окунаешь ноги в темном-темном торфяном озере, понимаешь, что главное – не столько достопримечательность, а то, как тебе ее преподнесут. Особого внимания заслуживает небольшая ферма «Энергия» в Суура-Яне, на которой производят натуральные чаи и специи. Самые последние экстры, которые предлагает ферма – это эко-спа и чайный домик. Ну, собираемся и продаем так, что у вас половина тонны, так. В год? Да. Ну, у вас половина – три, так, так. И все удается продать? Да, вон. Но вы основном работаете на внутренний рынок? Да, внутренний рынок. Ну, пока это экскурсии или какие-то здесь ходят. Они собирают с собой Финляндию, возьмут Латвию. Самые большие – это далеко из Китая экскурсии. А так производство не пойдет так, ну, для магазинов или нет. Здесь, кстати, можно не только отведать сине-зеленого чая и самому его заварить, но и пройтись по тропам спокойствия и любви. Именно на этих участках растут, например, природные антидепрессанты. Неподалеку от энергии находится небольшой заводик по производству свечей «Гифт Лайн». Владелец его – швейцарец Петер Вютрих. Как оказалось, Эстонии заболел еще с детства. Когда же представилась возможность, открыл свой бизнес в городке Вохман. Производят они как обыкновенные сувенирные столовые свечи, так и заказные, к примеру, свадебные. В них, правда, фитиль короткий, чтобы не сжечь память. На улице рядом с заводиком находится особая экстра. Небольшой зоопарк с кроликами, морскими свинками и говорящим индюком. Еще из мест, интересных как детям, так и взрослым, стоит отметить центр ледникового периода в Аксе. Территория вокруг нового центра известна тем, что именно на ней более всего заметен след прохода ледника. На этом же месте находится местный Байкал. По нему плавает небольшой ресторан, а работник музея рассказывает истории как про ледник, так и про зловредных медведей, которых в Эстонии, кстати, около 600-800 особей. Пришли археологи, историки, геологи, изучали это место, и они обнаружили, там довольно редкие такие гости, и там керамические разные такие тазы. И просто это был еще дополнительный торчок, что здесь было, как сказать, давно уже население, плюс это географическое расположение. И, конечно, я сказал, что туристическая часть с одной стороны, но с другой стороны все-таки мы считаем, что это в целях обучения, образования для детей поучительная часть. Они перед сном, перед зимой, они нажрутся просто, чтобы все, что попадется, чтобы пережить зиму. И нападают, то есть на три метра, два с половиной, просто на маленькую яблоню это сломает, и все, что есть там, все зажжет, но у нее желудок не выдерживает, и там же какает, там же вот как рот, но вот из земли вот такие, везде круг, а у нее жена занимается, ну, как это называется, мастикой архитектой. Дизайнер. Ландшафтный архитектор. Да, ландшафтный архитектор, да. И она ухаживает, она, кстати, у нас там тоже вокруг сделала, и она с ума шла. Для гурманов и любителей природы есть еще два объекта, достойных внимания. Во-первых, фабрика по производству эксклюзивного эстонского сыра с плесенью Бресси в люке, а также ферма по выращиванию ягод Вастца Куста. В завершении второго дня поездки нас привезли в эстонский центр фототуризма. Это гостевой дом, водочная фабрика в Мосте. Когда-то в 1909 году здесь находился настоящий водочный завод. Сейчас же его остатки развешаны по всему гостевому дому. А встречают гостей, как и полагается, с рюмкой водки и закуской. Это место пользуется особой популярностью у молодоженов, а также любителей фотографий. Теперь это и центр, где можно заказать фотосессию, а также поучаствовать в так называемой фотоохоте. Заключительная часть поездки особенно понравилась бы тем, кто любит совмещать спорт и знания. Велосипедный маршрут Тур-де-Лат-Эст проходит как раз вдоль границы двух государств и рассказывает историю их взаимодействия. Это очень интересное место, куда здесь много столетий жили вместе естонцы и латыши. Покуда граница здесь километра где-то с этого места. И здесь тоже язык эстонский и латышский язык, они меняли слов даже. И эта совместная работа и жизнь продолжаются и в наши дни. И сегодня мы поедем по тропе, что делано совместно с эстонскими и латышскими лесными организациями. Надо отметить, что почти все проекты и туристические объекты были построены или реновированы с помощью европейских фондов. Кстати говоря, как минимум у двух объектов уже клиентов хоть отбавляй. Охоторе «Энергия» знают даже в Китае, а музей ледникового периода всего за месяц своей работы вместо ожидаемых 10 тысяч туристов посетило уже в два раза больше человек. Элина Бикульча, Денис Ковалев. Специально для Микс ТВ. Латвийский режиссер Марис Дрова начал работу над моноспектаклем, посвященным 80-летию легендарного режиссера Андрея Тарковского. Проект объединит фильмы мэтра российского кино, стихи и музыку в исполнении молодой, но уже известной в Европе латвийской аккордеонистки Ксении Сидоровой. Подробности в нашем следующем сюжете. Режиссер Марис Дрова – человек необычный. Его работа всегда сплав реальности и фантазии. Причем это касается не только спектаклей, но и трех книг Дровы с говорящими названиями. Это «Барышников», это «Путин» и это «Паулс». Моноспектакль «Одиночество» с фильмами Тарковского тоже соединит себе многое. Видеоряд из фильмов Андрея Тарковского, «Иваново детство», «Сталкер» и «Андрей Рублев», музыку Баха, Моцарта, Шнитке, Губайдулины и других композиторов, а также стихи Арсения Тарковского и Ивана Бунина, которые прозвучат на русском языке. Главная роль в проекте отведена живущей и работающей в Лондоне латвийской аккордеонистке Ксении Сидоровой, которая по замыслу режиссера в процессе спектакля отливает символический колокол. Естественно, будет происходить не в физическом плане. Я колокол делать здесь не буду. Это, как вы правильно отметили, метафоры. И я думаю, что каждый человек в жизни, избирая какой-то новый путь или стоя на перекрестке, он думает, куда ему пойти, и он сомневается, мечется. Поэтому я думаю, что это неважно, женский или мужской образ. Здесь я себя чувствую чисто как человек. Планы в отношении проекта у Мариса Друва обширные. В частности, он хочет предложить участие в спектакле известному режиссеру и актеру Никите Михалкову. Письмо написали, и там посольство поможет нам начинать разговор с ним. Конечно, это в этом году не случится, никак нет. Может быть, мы хотим этот спектакль показать в Москве, в Нью-Йорке и Париже. Он будет читать Бунина и Арсения Тарковского. Режиссер также с удовольствием встретился бы и со своим любимым героем, президентом России Владимиром Путиным. В моей книге есть Путин и Тарковский рассказ. Прямо будет текст из этого рассказа тоже здесь, здесь на сцене. А вы в жизни встречались с Путиным? Нет, не встречался. В тот раз я много говорил, и там всякие говорили. Нет, нет, не встречался. Но если в Москве будете показывать этот спектакль, пригласите? Да, это точно. Это уже его дело прийти или не прийти, а наше дело предлагать, конечно. В моноспектакле также примут участие сексофонист Оскар Сапетраускис, хор соло и американский актер Рустем Галич. Премьера «Одиночество» с фильмами Тарковского состоится 16 ноября в Большой гильдии. Юлия Михайловская, Карина Иванс. Специально для Микс ТВ. И о гостях радио «Болтком». На этой неделе в программе «Утро» на «Болткоме» гостил бывший политик, кинорежиссер Рихард Пикс, который считает Ушакова лучшим мэром. Кандидат в мэры Александр Кирштейн с программой «Разворот» сравнил обучение русскому языку в Латвии и Финляндии, а гостем личного «Утро» был тоже в прошлом очень известный политик, бывший премьер Амарис Гайлес. У него прекрасные рейтинги. Я думаю, что он, наверное, и будет будущим мэром. Вот недавно я читал ЗИЛы, сказал, что они выдвинут достойного кандидата. Ну, знаете, Латвия небольшая страна, и мы более-менее друг друга знаем, особенно те, кто в политике. Но я, честно говоря, не вижу, где могли, где могут найти. Во-первых, он профессиональный журналист, и я бы сказал, что интеллигентный человек. И это, я думаю, что, несмотря на его молодость, это позволило ему занять такое хорошее. То есть, ваше мнение, что он хороший мэр? Я думаю, что он хороший мэр. Мы можем смотреть со стороны международного права. Общество, скажем, Великобритании или Лондона, разделено общество. Это Германия, где 2 миллиона русских разделено, что немецкое общество должно идти напротив и водить русские школы. Общество Финляндии. Финляндия была частью царской России. В Хелсинки нет ни одной русской школы, хотя там 50 тысяч. То есть, памятник царю. Да, Александру Второму, да, которого взорвали. И потом пришел другой царь, к сожалению, Александр Третий. Но, скажем так, что есть в Хелсинки? Есть воскресная школа, ну, или субботняя, как это называется, Сезден Сколос, да? Ну, да. Где после учебы вот те, которые хотят, они идут, изучают там русский язык, литературу и так далее, и так далее. И дети не хотят идти, потому они говорят, что вот почему финские дети там играют в футбол или занимаются там каким-то отдыхом, а мы должны идти в школу. В Латвии у нас в Риге половина русских школ, которые обучают совсем не только, скажем, по той же программе, которая, ну, утверждена в министерстве, да, а у нас свободно, скажем, привозят книжки исторические из Москвы, где совсем другое мировоззрение на истории Латвии. Что вы думаете про замок света, который недалеко от вас находится, как архитектор? Нет, ну, во-первых, я не архитектор. Все думают, я сплю с архитектором. Я инженер сам. Как инженер и муж архитектора, что вы думаете? Я думаю, что хорошо. Жене не нравится. Она считает это старомодно, это было в моде 70-х годах. Но мне нравится, когда что-то делается, когда строят. И, конечно, мне, ну, больно, что делает 15 лет. Я еще решал свое время об этом. И что-то мы какие-то деньги давали для проекта. Ну, в конце концов, будет. Ну, и слава богу. Полностью эти и другие интервью вы можете посмотреть на портале mixnews.lv в рубрике Микс ТВ. И на сегодня это все. С вами была Марина Шкода. Желаю вам хорошо провести выходные и вместе с Ригой отметить ее день рождения. А Михаил Губин, кстати, расскажет о том, где хранятся ключи от столицы. Здравствуйте. Это Михаил Губин. Зимой 2004 года в Рижской Думе произошла загадочная история. Пропал ключ от Риги. Этот ключ в огромных размерах в 2000 году вручили вице-мэру Юрису Высоцкису на празднике улицы Тербатас. Потом ключ перешел к вице-мэру Иннесу Вайдеру, затем к вице-мэру Айвару Крейтесу. Но когда в конце 2003 года Рижская Дума переезжала с улицы Валдемара в ратушу, ключ таинственно исчез. В феврале этого года на пресс-конференции Крейтес сообщил, что ключ вовсе не терялся, а все это время находился в шкафу. И вообще, сказал тогдашний вице-мэр, у Думы есть пять ключей от Риги. Столько уже надарили. Причем последний из подаренных ключей находился тогда в кабинете мэра Гунтерса Бойерса. Как бы там ни было, нынешний мэр Нил Ушаков решил изготовить собственный ключ от Риги, который и был торжественно выкован 21 августа прошлого года на набережной. На его изготовление ушло 53 тысячи обычных ключей, пожертвованных рижадами и гостями столицы, в специальный сундук. Тогда же было объявлено, что новый ключ от Риги будет храниться на постаменте у входа в ратушу, чтобы его могли осматривать рижане и гости столицы. Однако, возможно, тут мэр и допустил ошибку, которая наверняка не применит воспользоваться его противниками на ближайших выборах. Они-то уж напомнят, что настоящие и исторические ключи от Риги ныне хранятся в Москве. В конце прошлого года наш город посетили потомки Иоганна фон Эттингера, того самого бургомистра Риги, который и преподнес два золотых ключа от Риги весом три фунда, граф Шереметьеву 14 июля 1710 года, что символизировало переход Риги или Фляндии под власть России. «Мы бы с удовольствием получили ключи обратно, однако дальнейшая судьба золотых ключей от ворот Риги неизвестна», сказал тогда вице-мэр Америкс. Зато известно, что мэр Ушаков обратился к президенту России с просьбой выяснить, где находятся эти ключи, о чем и рассказал радиобалком в декабре 2010 года. Хотя суды по ключей никто и не скрывал. Они были оставлены Петром Первым рода Шереметьевых, а сейчас находятся в вооруженной палате Кремля. Но президент Медведев этого тоже не знал, потому и пообещал разобраться. Но раз после этого мэр Ушаков принялся ковать новый ключ, видимо, он понял, что ни Медведев, ни тем более Путин ключей от Риги ему не вернут. А между тем, перед выборами эта тема вновь поднята в латышской прессе. Возвращение ключей было бы особым жестом доброй воли, сообщили газете «Латвия Савиза», в музее истории Риги и мореходства. Казалось бы, зачем возвращать военные трофеи, тем более принадлежавшие шведам, а не латышам. И тем более, что ключи были подарены благодарны за гуманные отношения к населению города. Однако нынешние латышки историки утверждают, что никакой гуманности не было. Наоборот, русские ее только пообещали и, как всегда, обманули. Но и сейчас в политической борьбе с гуманностью не очень-то. Поскольку оппонентам нынешнего мэра трудно будет что-то противопоставить ему в социальном или экономическом плане, у них останется лишь национальный вопрос и ключевой. Почему мэр недостаточно требует от оккупантов вернуть золотые реликвии? Не отказался ли он от борьбы за них в договоре с Единой Россией? Сначала отдали ключи, потом обраны, а дальше что? Не допустим, чтобы оккупанты нашими ключами открыли ворота Риги. Я уже предвижу эти и подобные лозунги на следующих рижских выборах. Тем более, что золотые ключи можно выгодно продать, а на деньги выйти из кризиса. Да это же наша рижская Нокия. Кроме того, они должны стать нашими по Фрейду, ведь ключ – это вполне определенный сексуальный символ, как, впрочем, и замок. Хотя в латышском языке они и обозначаются одним словом. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин